Здравствуйте, с вами Ян Кулибин и передача «Прямой прием». Хотя сегодняшний прямой прием будет не очень прямым, честно говоря, в нем будут присутствовать моменты монтажа, но пусть это вас не пугает, а если и появится мысль о том, что мы пытаемся вас в чем-то обмануть, ну пусть она появится. Думаю, никто не станет спорить, что законы физики обмануть нельзя, их можно только использовать. Также сложно провидеть, но предвидеть вполне возможно. И дождь не сразу начинается, и грозу издалека видно, а также несложно предугадать, что в подобную погоду тормозные колодки намокнут, и тормозной путь непредсказуемо увеличится. Вот над этим и поэкспериментируем. Ну а в качестве ассистента я попросил помочь мне мою супругу Татьяну. Татьяна, заводи! Задача у нас предельно проста. Поставить автомобиль на исходную точку, отсчитать 35 шагов. Честно говоря, почему 35, я не знаю. Ну так, музыка навеяла. Далее, установить вешку, возле которой водитель начнет экстренное торможение. Далее, отмеряем тормозной путь и ставим заграждение. И повторяем все снова. Вроде бы все понятно. Проезд и, в общем-то, едем на статус. Окей? Пробежай, машина! А этот синхронный перевод понадобился только из-за рохота двигателя. Ну а сейчас нам нужно отсчитать 35 шагов, после чего мы поставим вешку, возле которой ты начнешь резкое торможение. Договорились? Раз, два, три, шесть, сять, восемь, девять, десять, четыре, одиннадцать, двенадцать, восемь, четырнадцать, двадцать, 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 Готово? Звони, поехали! 8, 9, 10. Ну что же, у нас получилось, что с момента начала торможения до полной остановки автомобиля получилось 10 прогулочных шагов. Ну что же, пусть для этой передачи это станет утолоном. Расставляем ограждение. Итак, перед автомобилем мы установили вешку, которая говорит о том, что тормозной путь здесь заканчивается. Тормозной путь сухих тормозов. Давайте попробуем еще раз. Готово! Поехали! Бодро! Что в общем и требовалось доказать. Тормозной путь с 35 шагов один и тот же, сантиметр в сантиметр. А теперь едем мочить колеса. Ну где-нибудь, поищем. Сейчас мы намочим колеса и попробуем затормозить. Итак, отсчитываем контрольные 35 шагов разбега автомобиля. Пойдем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 31, 32, 33, 34, 35. Здесь. Здесь мы начнем тормозить. Интересно, где мы тормозить закончим? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь. Здесь. Да? Здесь и должно быть закончено. Ну что? Мочим колеса и тормозим возле вешки. И лишний раз посмотрим, насколько смазка хороша для тормозных колоев. Сейчас проверим. Алло, ты хорошо меня слышишь? Ты на связи? Подри его, вовсю прыть. Поехали. Ну вот, что и требовалось доказать. Эх ты, мокрые тормоза. Татьяна обнаружила ошибку в моих расчетах. Я разгоняюсь по луже и как бы это самое. Ты хочешь? Отсюда? Давай отсюда. Да и всем показалось как-то несправедливо. Во-первых, с одной стороны сухой асфальт, с другой стороны озеро и песок. И по совести говоря, другая скорость. Нет, смотри, как ты задумал, я не знаю. Но это я тут немного перехудожничал, извините. Но тем не менее, мы вернулись обратно и чтобы симулировать подобные условия, обильно полили тормоза из лейки. Ну что же, посмотрим, как будут бороться американские тормоза с русской водой. Вешку возьму в руки, потому что ничего другого у нас больше не осталось. И посмотрим. Я пошел, прямой прием. Результат тот же. Вода. Прекрасная смазка для тормозов. Изумительная. Так вот, есть предельно простой способ, как высушить тормоза, не останавливаясь. Прямо во время движения правой ногой мы продолжаем нажимать на газ, а левой ногой слегка прижимаем педаль тормоза. Не надо давить сильно в пол, слегка. Тормозные колодки вступают в непосредственный контакт с дисками или барабанами, и вода начинает быстро-быстро отсекаться и испаряться. Все, не прекращая движения, слегка придавили и поехали дальше уже с сухими тормозами, что и требовалось доказать. Ну и в заключении хочу пожелать всем шершавой дороги, сухих тормозов и, как всегда, сказать, кто ничего не понял, смотрите еще раз. Всегда ваш, Ян Кулибин. Пока!